Господа, в этот знаменательный день, двойной, а может быть даже и тройной, во-первых, конечно, 23 февраля, второе, нашу победу юридическую, которая показала, что даже просит слепой машины можно бороться, и третий праздник, я еще не знаю, какой, но он явно у нас в душе. Да, да, за него. И приваляясь, надо дробь снизить. Выпита можно? Это звук, но звука что-то был, звука нет. Ты же снимаешь. Значит, на полный, на полный. С куда дальше? На полный, на полный. Макс, любимая эта статуя свободы, спасибо. Макс! А под лобки нельзя сделать? Да можно. А где, где? Это все, макс? А кнопочку надо нажать, кнопочку нажать. А, укс может какой-нибудь? Ну, а страну я особен. Ну ладно. Забей, а говорить-то как мы будем, если будет на всю музыку? Это вообще? А нормально, я говорю, ничего. На немом языке, что ли? Все, все слышно, я же слышу. Там, 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 кому-то пишет, типа. Ну, рассказывай, давай, рассказывай. Песня написал я уже, наверное, в 1979 году. Да, точно. Господи, мне 4 года было. Это называется плюс «Овстреча с любимой». Правильно? Когда ты уехал в США, и сейчас, и всю жизнь будет. Я там уехал когда в США, да, и мы вот с нее и начинаем. Я ее специально первой поставил. «Овстреча с любимой», со свободой. Давайте за свободу выпьем, потому что свобода – это самое главное в этом мире. Давай. За свободу. И делай ловчийся звук, потому что это. Это слабоват, ну ладно. Когда мои колонки стояли, то это, извините, 300 ватт когда было. Сань, ну перед тем угрожать, да. Ты знаешь, в нашем узком кругу особо угрожать колонками-то не надо сейчас, в данный момент. Есть и есть, слава богу. Будет. Сделайте, пожалуйста, потешите. Да, пожалуйста. А вот расскажи, пожалуйста, нам, как ты помнишь, как ты приехал в Штаты, и вот уже, вот как ты прилетел на самолете. Вот с этого момента помнишь, как ты на самолете прилетел в Штаты? Я помню, как… Сейчас, сейчас, сейчас. Такой момент, когда в день вылета мы должны были зримо вылетать в Нью-Йорк. Да. И ехали, значит, в автобусе, кажется, по Риму. У меня была такая очень красивая сумка, которую я купил, значит, где-то там на рынке итальянском. И у меня ее… там все документы лежали, все деньги. И надо было то ли в этот день вылетать, но у нас эту сумку прекрасно сперли. В Риме? В Риме, да. Но машин для пищи осталось у тебя? И, представляешь, какое настроение, документы все там… Да, вообще никакого настроения. Надо вылетать, то есть, как бы уже мы не вылетаем. Вот в этой ситуации было бы, что уже не вылетаем. Вот, скажем, в России бы это случилось. Да и в любой стране, собственно. А и чего итальяшки сделали? Ну, итальяшки просто дубликаты выписали. Вот так вот. Наши люди. Вот так вот. Но пищемашинка, ты же мне рассказывал, что теперь он забрал пищемашинку с собой в штабе. Это другое дело. Багаж – это другое дело. То есть, я хочу сказать, что в нормальных странах это все решается. Где нету лишних препонов, где нету лишних… Бюрократии. Где они из себя не вымогают каждый раз. Да, где нету вымогателей. Все это решается элементарно. Извините, а какой год это был? 79-й год. Когда не было ни компьютеров. Да, да, нет. Да, не проверить нельзя. Когда не было, да, да, точно. Не позвонить, ни Дерпол, ничего не было. Меня еще поразило там, что, в общем, такой появился этот ликвид. Которым сводили ошибки в документах. Оно тут тоже… А, сверху? Да, такая белая такая. Да, да, да. А, такая замазка такая. Да, да, да. Меня поразило, вот они там быстрее штрих. Штрих, совершенно верно. Самых серьезных документов. И ошибки раздернули. Да, и все. Понимаешь, то есть, свобода, она… Вот так ты прятал. Можно я тоже тогда добавлю? Я имею право вообще. Я тоже, я, кстати, второй после тебя по возрасту здесь вообще. Так. Можно я добавлю? То есть, тебе 19 лет? Ребята, я когда писал диссертацию, тоже примерно в эти же годы, когда диссертацию писал, когда вот он рассказывает, вот. Ребята, тогда вот на пищевой машинке, тогда не было компьютеров, правильно, и мы на пищевой машинке отчеты делали мы, отчеты писали. А все машинки, кстати, были тогда, знаешь, на КГБ, они были, шрифты снимали, шрифты снимали, чтобы, да, просто чтобы вы знали. А ошибки-то в любом случае есть, мы сидели, мы сидели, колоссальное количество времени тратили, знаешь, на что, мы вырезали ошибки и наклеивали из машинки, вырезали вот эти правильные, да, буквочки вырезали и наклеивали. Это колоссальное количество времени на это тратили. И последнее хочу сказать. Я диссертацию писал по трубинным лопаткам, у нас хорошая была машинистка, она напечатала все хорошо, но она не понимала, чем мы занимаемся. И вместо лопаток, а у нас там отчет был, вот, госбюджетный большой, на 500 страниц, и она вместо лопаток везде палаток понаписала, и там везде при обработке палаток и так далее, представляете, сколько мы сидели все, вот, вырезали вот эти, вместо палаток писали лопаток, да. Больше ничего не буду, я по поводу пищевых машинок и все, да. Я хочу сказать, терпи, немного, у него лопаток везде. Стоп, 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 включаю, потому что дальше идет, вы должны все время обменять сам, чтобы не просто так дать. Не наливай, не наливай. Да, да, да. Ну смотрите, приезжатые, я занимался, это все включу. Словно русский лесен пил ее, это, не будешь поет это, да, вот, вот, это, 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 это. Багенбарды, как, как на видео. На молодой ты такой звук, они были, Жанна. О, пластинка-то, которая кисметовская. А вот шумякет там где-то будет скоро. Это вот мякет, где-то дема. Да и больше мякет. Это вы где, в нее? Наверное, здесь надо пяти память же. Вот что ночей, но, как видно, не по нраву песней. Сочинил он, а тут пить свой цвет тоже, что ночей, но, как видно, не по нраву песней. Ну, как видно, не по нраву песней. Весне, а любви, ну хоть во сне, ну посмотри. Поэтому я понял, тебе надо собрать всего Эллиса Бресли, всего Анкадия Зеленова и всего Володи Свисоцкого. Мы это сделаем и послушаем. Весне, ведь любовь и весна гонят прочь ото сна. Вот с этим самому городу. Вот здесь, прямо здесь, прямо здесь. Ну ладно, я поражен. Ну, он не понял, кто сих пор не плавал к нему позвонить. Потому что с твоего телефона был какой-то злук, как от подвана. Он через Москву. Он, кстати, заплатил два раза больше денег, потому что идет через Москву. Вопрос не в этом. Мне сегодня утром звонил, нам сегодня его друг звонил, это Шукаев. Ну, Юра. А я как, 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 как? Он еще не термонером выслился? Рудольф, добрый день. Я думал, что это, это, Рудольф. Я говорю, слушай, а вы куда собираетесь? Я говорю, да, в принципе, никуда, говорю. Сейчас Саня добро даст куда-нибудь, мы куда-нибудь поедем, а может запишем. Вообще-то, говорю, мы, может, и вашу песню споем. Он говорит, да, ну, давайте. Давайте. Я говорю, ну, да не вопрос, говорю. Он говорит, Сань, ты знаешь, с кем ты разговариваешь? Ну, как, с Рудольфчиком? Он говорит, нет, это Юр Шукаев. Я говорю, Юр, ну, давай и споем песни, какие проблемы? Да, что, да? Так что это сегодня целый день такой. Звук очень тихо, ребята, явно звук идет тихо. А камера не услышит этого, я не знаю, почему тихо. Сань, ну, голоса-то слышно? Плохо очень. Нет, голоса слышно, но это звук-то. Ладно, кстати, расстраивайся. Ты просто мало выпил. Понимаешь? Тебя Массандра Ивановна ждала сегодня целый день. Ну, давайте. Посмотрим, ребята, это мы на самом деле с Рудиком давно мы с ним делали очень много. Во, во, вот, вот это мы поем песню сейчас вместе. Конечно. Бери текст. Морская. Вот, все морские суда. Начинается, давай. Сюда и туда. Сейчас делаем. Рудик, ты тех знаешь сам, да? Вместе поем. Ну, как получится, так получится. О, давайте выпили дачку. Вы, так самое удивительное, мы так любим морскую тематику лазаем, что-то у нее только вот море, только жизнь. Ну, тихо, ребят. Давайте, ребят. У нас тоже морские песни есть. Все морские суда принимает вода и качает она, как ютуболь. Все морские суда принимает вода и качает она, как ютуболь. Морские суда. Пусть скачает вода. Океаны. Это соло пошло в сайт. Давайте, Вудик, давайте. Великолепная песня, хорошая. Нет, хорошая песня. Надо ее вообще по-человечески что-то спеть. А можно, еще мы можем. И раз у нас уже есть видео, как мы под нее пьем, значит, думаю, будет видео, как мы под нее поем. Я хочу многие песни повторить, чтобы он спел за меня, чтобы за тебя спел. Хуже не будет, правильно? Это авторская песня. В завершении автора, я считаю, мы можем это делать, исполнять. Но, 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 не позорить песню, а сделать ее, как говорится, на уровне. И дальше ходим. Морские суда принимает вода и качает она, как юдор. Все морские суда уплывают сюда, потому что влеком и водой. Мы идем в сотни миль, ориентиром нам шти. Мы идем в сотни миль, сто узлов. Мы идем в сотни миль, и не сражем нам шти. И приходим, чертям всем назло. Мы идем в сотни миль, ориентиром нам шти. И приходим, чертям всем назло. Не стандартная концовка, но все равно хорошо. Давайте. Чуть-чуть. Мы поехали. И сразу... А, нет, ну это моя. Ну, это случайно попало, ребята. Ну, в общем, одна моя песня попала. Поэтому я вообще убрала. Она по алфавиту попала, а вот я не хотел ее. Не хотел. Ну, ладно, это я когда-то делал. Ладно, вот я тебе песню ангелом. Хорошая? Это моя шерма. Хотел, не хотел. Вон, ромашку здесь играть. Нет, 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 нет. Ребята, мы хорошие, брат. Не, брат, не будет, а не ведет пахстан, ладно. Герем пахстан. Пахстан. Ромашку. Ромашку. Розможность. А? Дольфлопис. Да все, это все будет, как есть. Это вот эта моя. Это, ну, это я не хочу. В общем, мы споем ее еще раз. Вообще шикарно. Я, Рудик, я на самом деле хотел, на флочке хотел всякие форматы попробовать, идет лечь. Я думаю, кстати, вот из этой вот одна не идет какая-то. Вообще, я дверный. Это я для себя проверял, когда-то. То есть надо себе все равно, я слежу в себе. Надо проверить все. Что, работаете? Я думаю, что все, скорее всего, все работает. Олег, не все сразу. Вроде бы, ну, ты уже, ты на таком современном уровне, ты не зли, там твой телевизор включишь, там у тебя все пойдет. Ты меня захвалил сегодня, что я даже не знаю, задирать мне носа не нужно. Ты никогда не заберешь. Да, кстати, не получится. Не получится, нормально, закалки, не получится. Ты закалки любишь. Ладно, у тебя отфиг есть там? Кстати, что мы мечтаем, да, о чем мы тоже вызвали, почти весь партнер. Вот это вот, ты не пей сам. Нет, я, я, да, нашу морячку-то морю я. Миша, хорошая водка, да? Да. Ну, водка серьезно, хочется, хорошая. Вот хорошую компанию, ребятки, знаете, просто не паленку выжать. Нет, 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 это водка на самом деле. Ну, нет, ну, конечно, портится, да, нормально. Ну, рекламу сделаем. Нет, ну, серьезно. Ну, правда, в Москве здесь сколько? Она, она, она дорогая. Себе-то накапай. Дело не в том, что она дорогая. Сань, давай эти бокалы. Она не только, что она дорогая, то что она хорошая водка. Ну, дело не в этом, да. Я хочу сказать сам, Миш, я, Миш, я тебя познаю, я вот лично все знаю в боевых. Сашу я знаю вообще, лет уже 15, наверное, не знаю. Водка реально, 26. Это люди большой души, понимаешь? Вот я их даже не беру, потому что дело не в возрасте, понимаешь, абсолютно. Сашка моложе. Водик, наверное, дедушка, нет. Ну, дедушке не потянешь, но на самом деле душа настолько одинаковая, что это не имеет никакого значения. Правильно, Водик? Никакого значения нет. То, что на самом деле одинаковые люди. Душа одинаковая, понимаете? Нет. Душа потрясающая, Водик, у тебя и у Сашки. Можно тебя попросить, когда ты выберешь, сфоткать нас? Да, конечно. Не сейчас, когда? Не сейчас. Я просто телефон, у меня в этом там не парится, что. Окей. Поговорим когда? Сейчас это не важно. Я учусь и Албой. И у Водика учусь, и у Сашки учусь. Я сейчас скажу. Можно я тоже Алвердой скажу? Водик, я очень рад тому, что у меня есть вообще... Есть возможность вообще всей компании встретиться. И самое главное, что... Вот, из них она мне сказала, что... Ну как ты, а группа смотрел, да? А я говорю, что душа живет здесь. И душа живет. А когда она наполняется еще и единомышленниками, это редко такое переживешь. Поэтому большое спасибо огромное. Во-первых, я говорю, рад тому, что я познакомился лично. А во-вторых, что коллектив подобрался, блин, такой редко найдет. Ты мог бы уйдить 13 марта, чтобы приехал. Ну ты... Я не знаю, если... Я не могу обещать. Но обещать это самое позорное, честно. Ну, у него вообще... Ну, у него в нашей жизни... Они всегда раньше ездили все ко мне. У меня по 100 чертов. Я сейчас буду возьмой, если выйдет. Я обещать не буду, но я не буду обещать. Но я понимаю. Если пригласил, я с удовольствием приду. Итак, я объясняю. Я аппаратуру возьму. Я хочу аппаратуру взять туда. Там зал большой. 12 марта, день рождения Север. А как не Север? Кроме того, близко там... Это его день рождения. Даша, день рождения моей дочки. Объединить просто дело-то, короче. 16 марта. Сложен. И есть еще у меня друг, вы, наверное, не знаете его, но довольно близкий друг. Валера Мельников, коллекционер известный. Ну, я тебе еще не успел с ним познакомить. Вот, значит, тоже. У него юбилей, 70 лет. Ну, вот, чтобы мне... А то мне стыдно, понимаешь, чтобы я не один хотя бы. Ну, кстати, объединить это можно, кстати. Объединить это. Да-да. Да-да. Сразу уже кое-что. Хорошая мысль, кстати. Серьезно, я не знаю, как все... Нет, немножко, а потом я тебя ляпнул сначала, а потом думаю, может быть, не надо. О, давайте, давайте послушаем. Ну, давай-давай. Вот. А то мы сделали рок-н-ролл. Про девушек. Вот, послушайте, вот. Это Рудик, это Рудик. Да, Рудик поедешь сейчас, Рудик будет петь, да. Надеюсь, включал. Да-да-да, это я иду. Это, вот, слова, вот, это рождественное слова. Ребята, я почти все это опубликую, потому что я не учусь, особенно криминалы, и можно, даже, если не одни фазы опубликуй. Разбивать смысла нет, а... Ну, посмотри. Фак, ты. Ну, красиво же крик-то сделать, живет в России, ну, рот. А потому что все одинаковые, что... Сейчас Рудик нашел Евтушенко, если творили в стране, примерно такого же плана, понимаешь? Люди, одинаковые. Я работал с тем еще, или... А? Вот патажеры, ну, не могу. Я... У меня даже времени не было, ну, как он, у меня что за жизнь у нас? Не в Тушенке, а 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 не в Тушенке. Ну, все же, я знаю. Рудик, я послушал, значит, вот, на Северного, когда ты вот там, есть, где ты пел. Ты пел лучше сейчас, ты там лучше пел раньше, понимаешь, вот. Ну, это верно. Наверное, вообще-то возраст как-то... Кстати, между прочим, ну, не буду сейчас говорить, потому что, извини, я потом не могу даже опубликовать. Сейчас смотрю, что я пряхну, а потом, конечно, надо ударять и будет. Поэтому давайте будем выдерживать стартер. Теперь расскажи, пожалуйста, вот такую вещь. Как вы знаете, у меня на 14-й улице Манхэттена была компания, Кесматребт Кампани, которая состояла в то время из магазина и из студии, которая находилась под магазином. Я видел, даже видел это. Да, это известно, я видел. Я там проработал, слава богу, 20 с лишним лет. За это время кое-что выпустил. Мне не стыдно за потерянные годы, потому что они были не потерянные. А Токарев, значит, как я впервые услышал его имя и понял, что такой человек есть, когда я приобрел сам магазин, я нашел там его раннюю пластинку, а жизнь всегда прекрасна называлась. Там он пел и по-русски, и по-английски, и таким голосом. Ну, как я его называю, данский голос, это голос, сложившийся после записи ансамбля под названием «Магаданские ребят». Ну, когда голос мужской подтянут к тону гитары. Ну, как дамский голос, практически женские глаза, но поет мужчина. Ну, в этом исполнении я ничего такого особенного в этой пластинке не услышал. Ну, кроме моей самой песни, жизнь всегда прекрасна. Поэтому эту пластинку, ее никто особенно не интересовался. Она лежала, лежала и лежала. И вот в один, можно сказать, ну, назовем его прекрасным, в один прекрасный момент открывается, дверь входит, такой с усами, небольшого роста, такое, косного челосложения. Довольно приятный человек и говорит, здравствуйте, я Велик Токарь. Ну, здравствуйте. Ну, почаще здорово. У вас тут лежали мои пластинки, сданные мною, значит, на продажу. Я говорю, да, вот одна пластинка есть. Ну, я сдавал там, что в 10-15, они дают мне пританцию. Ну, в этот момент у меня немножко стало настроение порции, слушай, я понял, что я должен рассчитываться за прежних хозяев. То есть он кому-то сдавал, а ты купил в магазине? Ну, у меня осталась одна пластинка. Да, а куда делается? А я, значит, пришел человек и должен ему деньги отдать. Ну, я, так сказать, никогда не подаю виду. Это называется раньше корпировать душевно. Душевно стало не совсем хорошо, но я переборол себя. И, значит, выписывал ему чек на пластинку. И вручил. Он, конечно, с удовольствием получил этот чек. Понятно. Вот. Ну, и вот так вот мы познакомились. Потом проходит какое-то время. Приходит снова. Ну, может, год прошел или полтора года. А, пять, да. Он приходит. И говорит, вот тут у вас оставалась моя пластинка одна. Она еще не продана. Ну, продана. Я говорю, вот она и не продана. Ну, вот так слово за слово разговаривали с ней в этот момент. А он уже в тому времени понимал, что он на русском уже говорил. Да, он, значит, разговаривали. Он говорит, я сейчас работаю над платиной, а уже умер Владимир Семенович Весос. И поэтому, поэтому, значит, почему я говорю, потому что он в этот момент переменил свой голос. Он пел на него хрипаса. Он стал, у него там, он как бы подвысоцкого. У него свой стиль такой промежуточный. Он наше лицо, наше лицо. Все, все верно. Я на людей называю подвысоцкий. Да, да, да. Закосил подвысоцкий. И таких было много подвысоцких. И он, значит, и он говорит, ну, знаете, я вот хочу выпустить пластинку, такая одесская, блатная, романтика. Я работаю в ресторане Одесса сейчас. И там клиенты многие меня... Это в Нью-Йорке у вас в Америке? Конечно. Я не знаю. И, значит, побуждают выпуска пластинки. Я им на заказ пишу текст. Вот он какой-нибудь там представится, Иван Семенович. И он на какой-то случай говорит, он с Кодором пишет тексты и исполняет. Вот такой у него был бизнес. Ну, это нормально, в принципе. Ну, в принципе, да. И я работаю на пластинку, и я так заинтересовался. Я говорю, знаете, он назвался Вилли. На самом деле, ну, не могу говорить. Назвался Вилли. Я говорю, Вилли, вы когда что-нибудь запишите уже, ну, мне-то старшему товарищу, принесите показать. Я все-таки, он говорит, я в блатных-то песнях еще не понимаю. Ну, про наш, что идут, ну, вроде. У вас там, ребят, ну, не откажитесь посмотреть. Я говорю, ну, с удовольствием, он привозит мне ленту, значит, и я смотрю так довольно здорово голосом Высоцкого. Такие песни. Это классный дисковый, это классный дисковый, да. Зажигательный. Небосребый, небосребый. Потом он его назвал самополаганием. Зажигательный такие песни. Это начинал. А я все знаю, я что-то знаю. Начинал, значит, у меня рода очень молодая, а потом я, в общем, ничего, нормально. Он говорит, ну, я хочу там выпустить ее с удовольствием. Я говорю, когда будет пластинка, я буду продавать там, пятая, десятая. Потом, значит, третий визит. Еще проходится полгода, может быть, вот, появляется эта пластинка, я ее прослушал уже, да, действительно, значительное действие, такой веселый, все. И он был не один, он был с Ириной Ола, которая потом вышла замуж за Иванькова, и которую прихватили за то, что она, значит, фальшивая такая, женить, женить бы ее. Ее потом еще от русской мафии пропрятало правительство. Я не знаю, что-то живо ли она, дай бог, чтобы была жива. Ирина Ола довольно, но она с ним была уже, видно, в каких-то дружеских отношениях, и она ему уже не давала ничего говорить. Он, ну, что-то начинает говорить, кто-то, в общем, она его, так сказать, лимитировала, будем мягко говорить. Ну, вот так вот я с ним, можно сказать, познакомился. Потом, значит, проходит какое-то время, и он выпускает еще одну пластинку, называется «Над гудзоном». Вот, там тоже неплохие песни в этом стиле. Ну, так она зона, она зона, жирам, ей не пролетают, да. А потом полпластинки, полпластинки было интересно, а вторая половина... Ты когда это рассказывал, я, ты все правильно сказал, так оно и есть, так понял, в точно. Вот первый диск просто, очаровательный диск был, понимаешь? А потом другой человек, потому что другой, понимаешь, совершенно... Гузик, ты сейчас закончишь, во, вот это твои дочки посвященные, мы с тобой сделали, ты не пойдешь? Ну, и боксим, или ничего. В общем, в итоге сотрудничать стали, там, он как-то разучил, у нас не кидаешь, чтобы показать, не правильно? Он написал, и даже написал, и дочке даже, как он говорит, если приедет, приедет, ничего страшного в этом нет. Вот, мы с ним сделали, мы сделали диск такой, мне так понравилось, когда, мне понравилось просто, как он это сделал, понимаешь? Душа, когда чертская душа, извини, вот видно, что вот, ну, это особый разговор. Миша, почему я тогда сказал, это особый разговор, потому что только Рудик сам должен думать, как говорить в этом полу. Слушай, да. Одна малышка, что... Вот, посмотри, ты просто не видел этот клик, посмотри. Как бы за пазухой Бога... Чертушу вложил в песню, он сделал, и вот, да. Ну, полу, да. И учится науками премного, Решила Деду Морозу подарить Своих рисунков хоть... Это года четыре назад было, да, еще, или сколько там? Дед Мороз... Ну, там было, да. Ну, там много. Нет, снимали когда? Нет, ну, сейчас... Там много, год, люди. Ну, наверное, лет 13 здесь уже есть, наверное. Нет, 13 уже, да. То есть, ну... Ну, уже четыре назад, я ей говорю, годы четыре назад. Я специально приехал, я снимал, просто, ну, хорошо же получилось, правильно? По-моему, это было с Морозом. Снимали, да, с Морозом, да, да. Ну, я снимал, это... Это аранжировка именно Жени Драпкину сделана, ты поешь это. Я же тебе свои аранжировки называю, а это Жени Драпкина аранжировка. Сказали, мои друзья, вот, в Нью-Йорке, да. И лепестки ледышки цветут без передышки. Ну, вроде, неплохо получилось. Как, Саша, как? Сань, ты понимаешь, ты нашел стиль подобран хорошо. То есть, так вот, прям, знаешь, не быстро, не медленно, но... Так это не я, это вот он как сделал, он сделал, это все, на самом деле, все идет от стихов, по большому счету. Я понимаю, что от стихов. Вот, музыка, она добавляет только, что-то добавляет она, да. Нет, я тебе говорю, что здесь темп подобран так, что он не дает вниманию остановиться. Оно, вот, прям, заостряется на каждом эпизоде, понимаешь, по клику, честно тебе говорю. Ну, да, нет, мне самому нравится. Ну, это, говорит, опять, говорит, как-то вот идет, не понятно, откуда. Вот, если бы ты его сделал бы без темпа... Я снимал с Морозом, сейчас снимал, да, здесь сидел, вот, когда... Пацан, если бы ты без темпа сделал бы ее, просто медленные песни, не смотрел бы. Сейчас смотришь. Да мне самому нравится, я говорю, я сам, я сам продолжаю, что мне нравится. Мне далеко не все нравится, то, что я делаю, поверь мне. Я, я, бывает, просто, ну, вот это мне нравится, да, ничего. Одна малышка, что живет, как бы за пазухой у Бога. А после этого я тебя попрошу рассказать вот о чем. Все-таки мне вот эта тема интересна. Я не знаю, ребята, знаете вы или нет, самый Миша, Саша, я не знаю. Ну, Сашка, наверное, знает, Миша, может, пиздец не знает. Все-таки еще вернем, еще раз Сингарелли, вернемся, надо? Сингарелли сейчас не круто. Сейчас, давай, мы сейчас закончим. Ну, да ладно, давай, может, сейчас уже. Ну, Сань, ну, что ты будешь? Давай, Сингарелли, да, потому что поговорим. Это моя любимая песня, хочу сказать, что это моя любимая песня. Ну, это тоже касается Токарева каким-то боком. Сингарелли, Сингарелли, да, да, да. Потому что, значит, Токарев, значит, выпустил после этого Сингаревский пластинок. Нет, подожди, ты не береги поперед батью-папю. Все, 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 все. Я молчу, я молчу, я поставил на место. Дорога, дорога, дорога. Короче говоря. Действительно. Правильно. Хорошая фраза, не нами сказанная, но, тем не менее, придуманная, но нами сказанная. Да, короче говоря, он выпустил еще несколько пластинок, и, нам сказать, что это было ниже уровнем, чем сумма балагания. Ну, кому сколько-то господь таланта дал. Да, 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 повторение, оно уже как-то заезжено. Продолжает, по-моему, до сих пор, что-то упускал. Да, он до сих пор что-то делает, конечно. Ну, уже слово сказала, вот то, что крутили эти московские таксисты, потом мне сказали, ты что делал, сделала ему славу. Да, вот это вот, по-другому, чем еще не знаю, я не знаю, действительно. Я не любил дороги, у меня мой отчим был московским таксистом, потом все в дерьмо. Замомодружение валютной операции, в 85-м, 6-м году, что ли, как раз. Ну, то есть, наверное, вот как-то в те времена, Токарева у меня ставил, стоял на такси, когда... Ну, вот он, когда приехал сюда, первый раз, его встретили национального героя. Вот, хотя, в общем, он, ну, достойный человек, но не более того, нельзя сказать, что он такой уж гений, конечно. Ну, вот он сделал свое, сделал, и звучал значительно. Его встретили, как действительно, и он пошел по большим оркестрам кремлевские. Из зала, ну, слава Богу, кому, что Господь дает. Стравение Токарева у нас, да, Токарев. Ну, да, наш, теперь сын его, Антон, я его, к сожалению, не знаю, никогда не видел. Я слышал его записи, что-то отдаленно напоминающее отца, может быть, да. Ну, может быть, когда-нибудь познакомимся с ним, я вот с удовольствием с ним пообщаюсь, если он продолжает свою тость. Дальше, следующее, ну, я его видел, конечно, только еще и потом несколько раз, и в ресторане, Одесса бывал, и то, и все, и пятая, и все. Ну, это незначительно. А значительный момент тот, что когда я получил югославскую кассету с записью Сингареллы, распорнение Жарко-Долшина, и в этот момент я подумал, что неплохо бы сделать русский текст на эту, на эту югославскую мелодию. Я, значит, мозг мой включился, и я стал сочинять на эту мелодию что-то, но мне хотелось написать что-то близкое к тому, что поешь Жарко-Долшин, то есть, чтобы соответствовало с его словам. И я вот подгонял... То есть, с переводом подгоняли на стихи, на грубо говоря, ритму-ритму, на русские слова. И все практически, если я расскажу, как я вообще написал, это тоже, может быть, интересно. Я все время в голове крутилась, у меня в то время была американская супруга, Джоан Питерсон, мать моего сына, который живет в Японии. Это первый раз слушает, я не знал это уже. Ну ладно, я не знал это. 30-40, тоже журналист, музыкант, я его вылечил, кисметь он вырос, маленький. Ну, в Штатах живет сейчас, да? Ну да, он меня пришел. А дочка у тебя в Канаде живет? Так вот, значит, и вот как-то утром я, вот, Джоан, с которым мы провели хорошую ночь, я говорю, дай кусочек бумаги, это было 6 утра. Она мне дала кусок бумаги, я, значит, бросал вот этот текст, который мне в голову пришел, вот этот Савгоров. И я, значит, ну для нее, американка, она же там, и это все было, и это все было, и с этим текстом я гулял, гулял по Нью-Йорку, потом утром рано, пришел в Кисмет, на Брайтонске, и вот с этим текстом, значит, вдруг является Шабутинский ко мне в гости, по поводу получения денег за кассеты. Я говорю, ты что ж? Что ж такие скimiz, да, слушай ты? Да, денег, да, денег, что онтогарев, что, чтобы нет? Слушай, ну прям, в Голосе реста. Слушай, ты ужас какой! Миша, Миша, в миске. Я говорю, вот жесть! Интересный текст. Он говорит, ну какой, а у нее было в то время... Атаман бэнд. Да, да, кстати, тоже великолепно, у нее несколько. Атаман Бен, я ему показываю сначала мелодию, то есть песню на кассете. Я говорю, а вот такой текст вот. И там главное, чтобы был куплет про меня самого. Я знаю, что это самый главный куплет. Ты знаешь, что надо сам дам шмолот, но еще могучий мой молот. Да, да, да. Таковая история звонка, в руках моих девчонок. Самый запоминающийся. Это узнаваемо, честно говоря. Он все так считал, таким лицом. Это узнаваемо. Ну послушай, когда дошел на место «Страсть ползет дорогой длинной», он сказал «Даааа». В этот момент появляется Вилли Токарев. Опять за деньгами. За текстом. Не знаю, по какому поводу пришел. И мы ему тоже, естественно, напишем. Показываем. Гарри Досков. Он говорит «Да, а я сам напишу текст». Ну, валяй человек. Он написал текст. Понятно, что есть. Ты даже записал его, его записи, его текстов. Но знаю только, что в диск только твой текст. Я только его написал текст. Ну, слава богу, он написал. Короче, получился конкурс из двух текстов. На кровальне стонет звонко. Шой в руках моих. Потом, когда вышла уже эта дассета официальная, я пытался этой самой Джоан Питерсон показать запись, что это я написал. Получилось. Я пришел к теме. Может, в то время не общались. Особенно такое было. Я говорю «Вот, смотри, запись». Понимаете, вот он записывал вот это. Текст писал на Кропавлов на бумажке, да? Да, совершенно там. Ну, абсолютно. Я говорю «Ну, ты послушай, хоть я ее заставляю слушать». Ничего. Да, господи, это я ваше дело. Да, конечно, я занимаю вообще. Хотя эта песня... А у нас душа цыганская пошла. Душа цыганская пошла. Хотя эта песня пошла по всем ресторанам. Да, да, да. Потом она пошла по всем странам и все такое прочее. Значит, дальше что интересно. Естественно, я шикарно спел ее. Однажды я вошел в ресторан, где Шепутинский, значит, исполнял, ну, свои там те песни. Он встал с такой барабанной, дробь мощная. Он говорит «Господа, ну по-английски, вот пришел мистер Цингарелло». И все встал, встал. Все встали. Вот так вот. И все встал. Обычно мистер должна быть. Да, мистер, в крайнем случае. Мистер нужно снимать. Но никто не знал, по сожалению. Говорят, песни великолепные. Говорят, это моя любимая песня, что я знаю. А я почему слушаю? Давайте ее поставить. Слушайте дальше. Давай, давай, давай. Ну, Цингарелло, я уже, так сказать, был благотворен, эффектен. Значит, потом, когда я сюда приехал, пригласил девушку… Не, жил в Октябрьской гостинице. Пригласил девушку в ресторан, значит, танцуем. Вдруг, наверное, оркестр заиграл Цингарелло. Ну, на другую мелодию совсем. Мелодия, другая слова-то, мои. Да, мелодия, вообще, небо и земля. То есть, вообще. Я, значит, танцую, я ей говорю, вот, вроде песни-то все двое, но… Она не верит, что это… Я текст написал, я думаю, что делать? Вот так. Подходим к оркестру. Я говорю, ребята, вот мы сейчас играли песню. Значит, она написана на другую совсем мелодию. А мы ничего не знаем. Мы карася ловим на этой мелодии, мы на этих словах ловим карася. Это значит… Вот. Я говорю, ну, ребят, ну, все-таки… Да что же это… Какой настоящий? Это мелодия, действительно. Конечно. Они говорят, ну, где все? Я говорю, ну, вот, давайте дайте гитару. Я там взял и напомнил мелодию, напел. Ну, все… Все самому приходится, короче. Совершенно равнодушно. То есть, вот так вот… Ну, это в таком случае… Они деньги зарабатывают. Да, да, значит… Да, они не… Так, сделай звук, пожалуйста, потом… Даша, подожди, подожди, подожди. Даша. Значит, для меня, значит, приготовили… Это песня о Питере, ну ладно. Ну, это… Ну, остановили. Это наши песни с тобой. Ну, пусть будет, потом надо рассказать. Да, Лебух, да нет, нет… Сань, ну, пока… На самом деле, это интереснее, чем наши ролики. Нет, это интереснее, а много песни о них нас не перемотал, да и все. Да, да, да. А это когда услышится живое? Да, да. Лучше расскажи, пожалуйста. Лучше расскажи, да. Значит… Потом… Я когда вернулся сюда, я встретился с этим братьем Жемчужина. Так вот, один, по-моему, там был Володя Шумский. Он просто был, как бы… Ну, руководил этим рестораном. Хороший такой парень, приедет, он говорит, «Слушай, я тебе дам сейчас одну запись послушать». И вот он, где-то, это запись Шуфутинского, где он поет «Сангарыл». Понимаешь, поет «Сангарыл» и ему задают вопрос, «А кто автор текста?» Ну, да. Он говорит, «Уфа». Показывает жестом, что… Типа, я сам, да? А, это да, вот так вот все. Ну, а ему, город, журналист, журналист говорит, «А вы такого Рувима Рублева-то знаете?» «Да, однако». Ну, а вот говорят, что он автор. «Ну, он там, он месяц, там…» «Чуть-чуть, да». Ну, короче, наврал. А потом, значит, потом он все-таки у себя на сайте… Опубликовал. Написал, что это я автор. Он еще, когда кассета была, он выпущен первый, «Побег» назывался, там вот «Сангарыл» была. Он, значит, написал «Спасибо Рувиму Рублеву за текст «Сангарыл». Так что все, в общем-то, официально оформлено. Ну, еще и дальше истории. Давай, давай. Значит, потом появился слух, что это все слова «Караклаевич». Мы с тобой много говорили. «Караклаевич» слова, что вот «Сангарыл» она пела вот эти самые слова, конечно, там куплета про моего там собственного не было, а все остальное, мол, я взял, использовал ее текст, ну, садил куплет про себя, а остальное все это вот «С Караклаевича». «С Караклаевич», понимаешь, и пластинка была выпущена, это какое-то наваждение. Пластинка действительно есть, она вышла задолго до всех этих дел. Мы с тобой много обсуждали. Да, задолго. Это просто какое-то удивительное совпадение. Я не могу... Но популярность этой песни принес именно текст, который переделал «Караклаевич». Разве не так? Поверь мне, именно текст. Ихрен бы, кто бы знал эту «Караклаевич». Правильно? Да, да, да. Вот, я еще говорю. Ихрен облысток, кто бы не коснулся «Караклаевич» знал бы, если бы ты бы переделал текст, и потом поделал разум. Я его запомнил только по «Караклаевичу». Выберем за это? Да, давай, да. За то, что... Понимаешь? Отец ты, понимаешь, что? Никараклаевич, вот о чем речь. То есть вот так вот. Жизнь дал этой песне, Крудик, ты. Вот так вот. Вот за это выписали. Я совершенно точно говорю, это ты дал жизнь этой песне. Вот. Это удивительно, но это... Но! Я еще собираюсь работать над этой песней. Шуфетинского, только Шуфетинского когда поет. Шуфетинский когда поет, Шуфетинский великолепно ее поет. Он, значит, вот сейчас крутят в общественном телевидении до конца, где он, значит, поет вот это все и прочие вещи и эту поет. И везде указано, что автор это я, слава богу. Вот, автор текста. Нет, ну он молодец. А вот давай... Извините, а... Говорит, раньше. А там, где пишется автор в песне, там указано, кто? Фукс. Автор русского текста пишется. Текст, я понимаю. Фукс? Или Рублев? Нет, нет, Рублев. Рублев, Рублев. А может, я уже не понял. Нет, а вот возьмем вопрос авторских отчислений. Плевать мне, я так понимаю, у нас. Никому это не надо. Чего-чего? Авторских отчислений за текст, за песню. Не понял, а что? Авторских отчислений. Авторских отчислений. А потом вообще разговоры не будут. Вот именно. Я знаю. Я знаю. Это вообще забили, это никогда не было в жизни. Просто обычно западные артисты... А Миша Шопутинский получает деньги, я думаю. Я думаю, получает деньги большие. Западные артисты. Вроде как это мы с тобой идиоты. Это мы идиоты, которые... Мы делаем не за денег. Мы не за денег, да-да-да. Нет, это понятно. Только кто-то этим пользуется. А мы никогда за деньги ничего больше. А мы, блин, как обычно. Наливай да пей. Это даже на камеру. Вот на камеру. Наливай да пей. Россия. Я говорю, плевать на Мишу. Вот я говорю, плевать. Я ему, знаешь... Я... Я специально говорю. Вот послушай. Давай, скажи на камеру. Вот у великолепной песни есть самая, которая постарается «Черному морю». Я сделал эту песню, и мне пишут нарушение авторских прав. Шопутинского. Да, а сколько ты ставок нарушил-то? У меня людей посмотрело. Я же... Я никогда за деньги ничего не делал. И не буду делать. Так же, как Руди и как Сашка Латаревна. И я... Никогда за деньги ничего не будем делать. Вот... Вот что нас объединяет, друзья. Нас объединяет. Никогда. Да, понимаешь? И нам плевать на эти деньги. Эти деньги. Эти деньги. Поработаем на эти деньги. Я не сказал. Ни деньги. Господь даст. Вот именно. Господь даст. Да, знаешь, Родик. Мне так приятно было, когда ты... Сегодня я показывал, и ты сказал... Или что? Я не помню. Ну, Латбоксинг. Когда Фредди Меркури, которого я страшно уважаю, люблю. Этого человека Фредди Меркури очень уважаю. Раз. Ты знаешь, ведь он никогда за деньгами не рвался. А чем? Он делал только шоу. А деньги сами сыпались. Деньги сами. Надо так и жить, чтобы деньги сами сыпались. Ну, давай вот так прямо скажем, наша еврейская компания, в кавычках. Так вот... Элэс Пресли. Элэс Пресли. Элэс Пресли. Элэс Пресли. Иранский еврей. Да, да, да. И друг Фредди Меркури. Ты говоришь, Фредди Меркури, он тоже иранский еврей. Так что мы тоже внесли некоторый клад в рот. Рудик, ну я-то русский, но я тоже имею право на что-то в конце. Рюрикович. Царь. Серьезно, я же знаю, ребята. Слушай, хорошо сидим, правда, обалденно. Да потому что душа, я говорю, где душа? Славичка, где душа? Я почему тебя хотел привезти, Рудик? Только я бы сам пришел, если Андрей сдали только. Понимаете, ребята, эти деньги, все, мы же делаем не для этого. Я Рудику все время говорю, мы, Рудик, мы с тобой каждый раз всегда что-то сделаем. Думаю, ой, нас будут смотреть все. Я Рудик говорю, никто смотреть не будет. Кому и надо, Господи, сам себя не полюбишь, никто не будет. Я говорю, Рудик, будут, только не сейчас, только позже. Художника, к сожалению, после его сверти только, да. Ты знаешь, что мне обидно стало? Мне стало обидно, что ты сделал, что молит не тебя, а только твои семь срок. Кто-то исполняет. И никто не знает, что это Рудик написал. Они плевать, они понимают, что ты не делаешь. А мне обиделся. На свадьбе прям. Та-та-ра-та-ра-та-ра. А мне обидело. А он сидит... А Рудик, извини, это душа, это вообще русская душа у него. У него русская душа, потому что... А ему плевать на это. Была бы она не русская, хря бы тут сейчас сидел, понимаешь? Слушай, я расскажу даже на видеокамеру. Мы сидим... Пожалуйста. Меня просто поразило. Он говорит, как же это ты сказал-то, я не знаю, тогда... Вроде там... А, вот он сидит там... Что же, мы евреев про русский заговорили? Я не помню там что. А потом сидим, и Рудик начал... Одну люк за другой, водки, понимаешь? Раз, потом второе, потом третье. И Рудик, ну какой же ты еврей, говоришь? Только русские так пьют вообще. Это же было дело, Рудик, ты помнишь? Я к тому, что... Нам не надо ли делить людей вообще на... Люди вообще... Это же люди, называется, люди мира. Ты человек мира. Сашка, человек мира. Миша, я еще мало знаю. Все равно человек мира. Ребята, вы люди мира, понимаете? Это нет... Ей не надо здесь никакой... Приплетать вот этот самый... Не надо к этому... Ну, ходить надо... Заня, мы не приплетаем нифига. Какая разница, боже мой, кто? У нас навешано столько в крови у всех. Соловьев. А откуда у тебя Соловьев появился? Что-то тоже, наверное, поедем откуда-то. Соловьев откуда? Кто у тебя Соловьев-то был? Жене. Жена у тебя была? А, Соловьев. А, Соловьев? Я ж не... Ну, я-то не знаю. Посмотрите, кто? Соловьев-то, откуда у тебя фамилия Соловьев? Соловьев... Ну, вообще, это еврейская фамилия. А жена? А я первый раз слышал об этом. А, Жене? Я же не знаю это, да. Ну, ладно. Бог с ним. Вот так. Ребята, я вас люблю, короче говоря. Мне все равно, кто русский, еврей. Ей-богу. Полиция... Будь бы человеком. Вот я про что. Вот я о чем и говорю. Будь человеком, нахрен. Не нужно быть человеком. Быть бы человеком. Быть бы человеком, конечно. Но включай ты звук. Но мы на пути. Но звук-то включи, Саня. Ну, мы же... Саня, ну звук... Дай хоть мне в себе... Аня, а я все время что делаю? Ты звукорежиссер. Голоса плеснуть чуть-чуть. Саня, ты звукорежиссер. Извини-ка. Эта песня... Моя любимая песня его... Ну, там ничего не работает. Ломчик. Делает... Ну, это плохой звукорежиссер-то. Не звукорежиссер. А меня ругается за то, что... Извини. Смотри, поставим, нужно включать. Выключай. Оксан Игоревич, вообще-то я свое время распеваю. Пока все едят, я включаю. А ты что-то не ешь. Это моя любимая песня. Правда, Рудик эту песню написал, на все имена написал. Так, Асей, сейчас давай закусывай. Ну, и что? Ребина песня вытянет. Мне вот знаете, что интересно? До фиграции. До отъезда. Саш, ты говоришь. Сейчас можно поднимать. Нет, голос был слышно. Правильно. До эмиграции. Вот как мы здесь жили. Вот это вот самое интересное. Как вы... Чем занимались? Музыка. Я много музыки. У меня ничего другого нет. Ну, не было же этих... Рок-бубов там, площадок каких-то. Вы... Квартирники? Даже я... Квартирники. Да еще не было их. У меня все подкольное. Подкольное клуб проконтрол обалд. А где он базировался? А вот тут недалеко. Недалеко. В подвале. В подвале жилого дома. А адрес какой? Ага, сейчас расскажи. Это адрес. Он буквально рядом тут. Ну где? На Петроградке, да? Ну да. Тут вот. Сейчас Нельсон там живет. Ну да. Порожешь Нельсон, да? Нельсон, да? Вы что-то знакомы? У меня Нельсон присутствовал тут пару раз. А, ну как бы. Нельсон. Он там там соседи. Хорошо, хорошо. А вот откуда доставали все эти записи, которые потом копировали? Миш, ну это же город. Это ворота. Это ворота. Морские. Ну что там? Ну что сказать? Ну интересно уже долго. Провозили в судах. Это все можно прочитать в общем для ресурсов. А хочется услышать? Моряки в судах провозили пластинку. А первоисточников? Мишка, и моряки, и иностранные студенты, и туристы редкие, которые в общем бывали все-таки. Я привезли в дипломатическую почту. Я привезли в дипломатическую почту. Дипломаты провозили. Ну дипломаты, да, да. Дипломаты, да, да. Дипломаты, да, да. В который я напоминаю, что вы уже начнете было. Все это стекалось на барахолку, которая была в то время в районе Лиговского проспекта. Все на Лиговку. Все на Лиговку. Да, да. Регулярно считали своим долгом во воскресенье приходить и смотреть, что там на канал. Новость. Да, я первые свои пластинки 6 штук долгогирающие купил именно там. Хорошо, вопрос какой? Ну вот как продавали его? Не просто же выложили на лотке? Ну ходили, подмышкой держали. Пакеты с пластинками, видно было что-то. А на костях? На костях тоже можно было купить свернутые в трубочку, в рукавах. Ну там на рынке продавали. Если в магазинах, то рукава прятали, прятали. То есть можно было ли в магазине купить? Подходили и спрашивали. В каком магазине? В каком магазине? В магазине. Да в каком номер. Ты его не понял? Ты не понял? Мелодия заходит. Ну как вести я, господи. В официальный магазин заходишь, там у тебя смартфон. И можно купить неофициально. Нет, нет. Бриллианты рук стоят. Рядом с магазином стоят. Помнишь там? Да. Открывают там у тебя. Официально ничего. Миша, ничего нельзя было искать. Ну конечно. О чем я и говорю неофициально. Вот мне интересны. А там люди стоят. Люди-то нет. Во-первых. Страждущий найдет, я считаю, Родик. Страждущий найдет, что хочет. Логично. По паре, что найдешь. Я могу добавить. Давай, Сань. Я же учился в школе напротив Октябрьской гостиницы. Я уже спросил, Родика. Ребята, поймите правильно. Я человека знаю хорошо. Понимаю. Я говорю, Родик. Ты был фарцовщиком? Извини. Для человека с Урала Октябрьская гостиница это где? Это центр Питера. Это где вокзал. Паре Московского вокзала. Девушка и гостиница. Второе. Это первое я говорил. Второе я говорил. Это место фарцовки. Фарцовщики. Ребята, я просто расскажу. И Родик тоже. Я когда в школе учился. Ребята, извините. Когда в это время появилась жевательная резинка. Ее не было. Это впервые. Они жуют финны. Жонки. Жонки назывался. Жонки они бросают. В чем они все жуют. И все американцы жуют. А у нас нет этого ничего. В это время впервые появилась шариковая ручка. Я хочу. Ребята, это обалдеть. Шариковая ручка. Можно я? Я правильно говорю? Да. Можно я перебью? Революция была. Революция шариковая ручка. Раз. Ни коем случае твою значимость, Мишка, не... О, щас. Телефон. 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 Я сейчас. А где он? А где он? Белый телефон. Белый. Давай. Белый. Белый вниз смотри. Стационарный. Стационарный большой. Телефон. А вот. Вижу. Белый телефон. Там белый. А вот. Семен Семенович. Пожалуйста, Рудик. Юра белый. Ну что ты? Ну что ты? Белый Юра, что непонятно? Сейчас. 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 по-русски же. Дай ему привет. Он говорит, передать привет вам. Говорит. И все. Классно. Слушай, я тебе 300 рублей передаю, которые он себе должен. Тебе прямо с карман достать. Рудика. Как тебе? 300 рублей. 300 рублей мне отдать. Юра. Я ему тоже 300 рублей отдать. Как? На почту. Отложите. Скажи, что он мне тоже плащинку. То есть, я тебе сейчас 300 рублей отдал. Юрочка. Я сейчас ему отдам 300 рублей. Хорошо? Не надо. Не надо. Скорее. Все. Горячий поцелуйся. Хорошо. Все. Мы так и живем. Хорошо, Юрочка. Все. Рудик. Все. 300 рублей достаю. Я тебе отдаю. Я тебе отдаю 300 рублей сейчас. Он сказал. Он мне дал задание передать 300 рублей тебе. Короче, с тебя 300 рублей. Саша подошел в телефон и попало 300 рублей. Классно. 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 Мы больше не можем отходить. Летай к тебе. Рудику 300 рублей. Это дуя. Хорошо. А что не ты что-то? Охранять надо, блин. Ладно. Забыл. Да я скажу. Да я скажу. Мы остановились о том, что я сказал сказать. Возвращайся к Лиговке. Возвращайся к Лиговке. Ребята, можно ли? Давай, давай, давай. Не понимай нас покажи. Саша, пока мысли потерял. Давай, давай. Я, кстати, о Лиговке-то говорю. Да. Это слово, ребят, я узнавал, короче говоря, форца, да? Но форцеваль же, это оказывается... Вышло слово форсейл. На продажу. И потом, смотри, форсейл, это англичане, ну, американский язык, форсейл на продажу. Да. То есть ты приводил эти балоги. Форца. Почему форца? А форцеваль, значит, ответственно... Мы тоже так же. У нас, извини, я в 86-м, в 85-м году бегал, тоже молодым, в школе там, в 5-м, 6-м классе. Бегал к нам, где цирк. Цирку приводили на Ленский. А ты сейчас про какой город говоришь? В 85-й. Не, не, не в 80-м. Город какой-нибудь. Москва. Ну ты, я понимаю, что ты не Москва. Я просто говорю, вот они здесь у нас там, и ты, значит, не первый день, пока Совет Союз был, так и было, потому что откуда ты возьмешь, что валюту и остальное все. Ну, короче говоря, прибегали на площадку Лейского проспекта, то обрежали автобус с иностранцами, мы говорили чейч, чейч, да, чейч, газ, да, очки. Ленин там все. Я свой комсомольский билет загнал, я понимаю, что на Арбате, блин. Ну а что, что делать? Нет, комсомольский, а что ты? Понимаешь, что? Правильно он говорил. Вот так вот. Нет, нет, вот стоил. Не перьяхай, извини, пожалуйста, чтобы ты понимал. И вот о чем речь. Вот Сашка тебе про Лиговский говорит. Ну, можно мне внести... А, блин, это еще нет? Это лингвистические... Извини, пожалуйста. Нет, нет, все нормально. Я хочу рассказать свою версию. Откуда произошло фронфорца. Тихо, тихо, тихо. Вот первый случай. Это настоящая будет версия. Да. Дело в том, что, значит, вы реально... В иерархии преступного мира форцовщики тоже занимали самую последнюю ступень. Вот, поэтому слово форца, это произошло от слова форцать, еврейское слово, что значит пердеть. Форцать. Значит, вот тот, кто форцал, это и есть форцовщики. Это элегантно такое придумали. Чтобы себя оберить. Да, да, да. Все эти пердуны. Пердуны оберились. А что нет, так и есть. Все-таки, ребята, я... Я один раз говорил об этом. Я еще раз хочу повторить. Вот Миша, наверное, не знает. Саш, но он мне уже говорил. Откуда слово вот ГОК-СТОП и жалму подобное? Ну, наверное, вы не знаете, Мишна, но ты не знаете. Ну, ты мне рассказывал. Нет, я ему рассказывал. Ну, я рассказываю просто. У них тоже, наверное, этого не знают. Я еще говорю, что вы, вот стоп, это было. Саша разлюбал. Мы с ним, кстати, у меня все ребята с ним в школе в одном классе. Я на второй советской учился, а он рядом. Он же все равно сделал, разлюбал. Потом, разлюбал появился уже после Севера на Узгаралку. Ну, ехал, понимаешь? Твоя зависит это где? Ну, рядом кое-что восстание. Вот вместе, Вимовка рядом все. Это я. И там же Володя Путин. Коп-стук Володя. Я же все это знаю, хорошо. Я не хочу разлюбить. И вот, ГОК-СТОП, откуда ГОК-СТОП появился? Ну, правильно. Саша разлюбал. У меня есть друзья вместе в Коктебире. Вот, отбекали, когда еще. Я в Коктебире, мы сейчас повторяем. Сашка все песни в Коктебире. Он туда не ездит. Я, Козьмал, очень хорошо отпрошусь. У меня нет ничего плохого. Николого. Ну, откуда? В итоге вот что. Откуда ГОК-СТОП появился? Вот. Это Октябрьская гостиница. Ты спрашиваешь, где она? Она называлась раньше ГОК-СТОП-презрение. Вот, да, злодеи. Без призомки были. Вот это тема. И ничего не здорово было назвать. Лиговка? Да, революция. Совершенно верно. А когда еще, прямо по Лиговке, где вот и... Там, когда канал был. Канал там проходил. Пересекал Невский проспект и искал канал. Смотри, как в школе. Ну, вот не знаешь. Где? Ну, это я договорил только. Подожди. Канал пересекал Невский проспект. И вот канал тут фальсовщики. И вот Саша Розенбаал. Ну, и Саша, вы же да. Да, все-таки таковы. Касание общества презрения. Правильно. То есть самые Пискизунки, которые оттуда выходили. И рядом, Юлька, вот эти все. Вот эти бандиты там, да, молодые. Вот эти ребята. Их называли ГОК-Ники. Вот это вот Питерское название. И Саша, можно я немножко просто аферитирую? Он мне не так говорил. Давай то. Там создали, когда Советский класс пришла, главное общежитие пролетариат. Он так. Это два названия. Да, и оно на фототкомне. Ты понимаешь? И когда оттуда Претерят выходил, они сразу обували всех, кто вокруг. Они сразу обували. А потом были два названия. А потом были. Вот это вот Питерское название. Питерское. И Саша Розенбаал. И оттуда и взял это. Бог на тебя. Ну, опять же, это все тригенты. Мы же там не были. Где все, где они были все. Вот это, Саша. Он говорит, что он тебе не имеет. Вот эта вирус, она как-то уцепляется. Посмотрите. Нет, она историческая. Это абсолютно абсолютно. Я вам расскажу еще самое. Да, давайте. Расскажение слова «Я» Это, конечно, интересный затест. А не из Питера. Может быть, это параллельно, и потом это замкнулось. Вот. Ну, как вы знаете. Ну, в те времена, грубые, да? Вы знаете. Была известная песня «Гоп со смыком». Да, 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 да. Коп со смыком. Конечно. Коп со смыком. Родился на полштадке. Коп со смыком. Он славился своим пассивским криком. Что это значит «Гоп со смыком»? Это был музыка. Со смычком. Ну, как смычок. Ага. Вот. Я не знаю, как смыкнулся. Это все. Продолжение следует. Да? И он свою стучку. Одну, это что-то привезли. Это какой-нибудь индивидуальный имя? Да? Это значит, когда танцевали, а Одесса же так с Украиной рядом. Когда танцевали Копак, встречали Гоп, Гоп, Гоп. Я со смычком перестал. И в это время что-то наявилось. О-о-о-о, еще один, еще один. Слушайте, мы сейчас разберем этимологию этого понятия вообще зло. Слушайте, классно, классно. За нас, мужики. Филологи, если сейчас посмотрят эту запись, то... Что же тут ты считаешь? В отношении Розенбаума. Замечательный автор. Он, конечно, не будет, может быть, Аркадия Северного и не появился бы. Потому что он прошел всеми теми же, по теме раскрутки. Как и? Как и Аркадий Северный. А, кстати, в древе смотрел Розенбаума и перебью Аркадий Северного. Он был в то время музыкант. Закончил, плюс ко всему, с медицинского образования еще музыкальную школу. Играл в ансамблях. Вот. Но я не думаю, чтобы он выдвинулся на такие ведущие роли. Я помню, когда я еще там уезжал, там последние дни мы обращались с моим братом, который в то время был начальник гастрольного отдела филармонии Питерской. Ну вот. Да немаленько. Он мне сказал. Тут появился врач один, который очень здорово поет блатные песни. Я такой им даже им не сказал. Ну, в общем... Ну, короче, речь шла в Аркадий Северном. В советское время интервью. И он сказал, что... Он говорит, если бы говорили... Я бы прошу, мне поработал на скорой, если бы не видел этих алкашей, не видел бы реальную жизнь, которая была при мне. Умирали люди, прям при мне там убивать хотели друг друга. Ну, алкаши бьются там. Я видел, что прямо при мне убивать собираются. Наркоманов, кого только он не видел. Вот если бы, говорит, я этого не видел на всех выездах своих, я бы хрен бы хоть... Ну, короче, песни у меня такие могли бы не получаться. А он жизнь увидел, говорит, я ее увидел, прям вот то. У него вот так вот нерв получился. И он говорит, ну да-да, ребята, я с ним призываю. Ему в смысле артистической карьеры... Ну, это сам Господин. В том, что... Его привезли с деревом хлопов, которого я оставил, когда я уехал. Защитником делал бы на... На хозяйстве. Конечно, не такие вещи надо делать. Которые... Ну, когда... Я уже записывал... Это из жемчужных? А? Из жемчужных Маблаков? Нет, это царь Маблаков. Он параллельно со мной занимался этим делом. Окей, хорошо, хорошо. В то же самое время. Поэтому... Так случилось. Я хотел спросить вас о чем. Всем поздравить. От кого? Ну, все... Все хотят клипы делать. Ну, знаешь, это... Опять хотят? Нет, кто не может быть дождь? Я не знаю, там все хотят... Я не знаю, там все хотят... Не знаю, там все... Про машины. Это же в Америке гастролицы? Да, да, значит... Ну, сейчас бусин, представник, прилет. Я просто, честно говоря, всем чёрт что там. Да, расскажу. У меня тоже есть вопрос. Да, ну, говори. Ну, довольно личный. Я посмотрел фильм, который мне советовали. Человек, которого не было. Да. И там в оконцовке есть такая фраза. Когда вы уезжали из Союза, хотели забрать Северного с собой. Да? Ну, он там маленько запил и не получилось. А не чувствуете какую-то свою... Ну, не знаю, там, может вину или ответственность? Может быть, как бы стоило настояние? Ну, я, в общем, конечно, жалею, что так служба сложилась. Потому что просто он был бы жив. Если мог бы при мне. Вот. Вот. Ну, здрасьте, здрасьте. Здрасьте. Раздевайся, закатай. Добрый день. Здрасьте. Ну, что ты стоишь, как неродная? Давай буреточку, да, принесу, пожалуйста. Давай, давай. Ну, я решил поснимать. С вашего позволения. Так вот, значит, и он, естественно, добрый, надеюсь, живой. А ты видела тоже, что мы снимали, нет? Он не попал в этих жерновах автоголизма. Когда его просто использовали, и выжимали как локрую тряпку, понимаешь? И его сжимали. Просто я же говорил, что он ездил... Нет, денег даже не было. Он ездил куда-то в разные регионы. Ездил в Москве на тысячу рублей. Да, в книжке написано. И он готов огромные деньги. Он пропивал их за неделю, потом снова. И не было возможности его все-таки вытащить? Нет, это наше бесполезное дело. Можно было так взять с собой, если бы какая-то женщина была, которая могла бы его, так сказать... Я так понял, у вас-то все было, но важно. А это только, Миша, который вам помог... Мы выехали просто, если бы... Ну, на дно, на самом деле. Садись, перемыкать мисточек. Да сяду, я сяду. Ну, не волнуйся ты. Я просто объясню, кто здесь, что, как. Ну, вот. А, клип-то уже закончились. Все, ребята, уже клипы закончились. Еще раз покажем, Саша. Саша, посмотри, как я его анимировал. Папа твоего. Посмотри, какой он молодой. Мне даже неприличный был. 25 лет. Ребята, я вам сейчас расскажу, чтобы вам было понятно. Вот это справа, вот этот сам, это 2D-модель. А вроде как я сделал 3D-модель. Когда там это сплайнами все описано. Вроде более интерактивно. Нет, нет, ты посмотри, он голову поворачивает, если вот так. А этот не поворачивает, это просто... Я к тебе просто, я тебя... Я же очень тебя не беру, я помню. А Петр вообще красавчик? Молчинка? Петр, Петр Первый, я еще волосы его плетел. Я еще волосы... А не ходил. Ну, вроде просто красавец, если я считаю, что просто красавец. Ну, она сейчас, она придет, ты ее прохожешь. Ну, сейчас я поставлю, я не знаю, да. Значит, ну... Рассказываю про машину Времени. Не старался. Да, давай, давай. Вопрос прозвучал так. Расскажите про машину Времени. А гастроли, группу Машина Времени, под эгидой компании Кесмет, я так понимаю, в нее... Не было, этих гастролей не было. Машина Времени. В то время, когда я уезжал... Вот, плакат. Да я заходил ее несколько, там, 5-6 записей, записанных в студии. И очень хорошо звучавшие для тех времен такие неформальные песни, они производили впечатление. Услышал я их в записи покойного Николая Рыжкова, нашего, как бы, легенды, собирателей, который умер в мое отсутствие. И перед отъездом я на макетапонной записи и слышал, где-то он в Москве записал приветствия. А потом они у меня запали в память. Ну, в Америке, значит, мне попалась журнальная статья, где была фотография этой Машины Времени. На английском языке все, и статья была о них, и было написано, что вот подпольная рок-группа, настоящая рок-группа, не ВИА, а ансамбль, там, поющий гитар, там, прочее, а настоящая рок-группа, значит, вот Машина Времени. И фотографии, там, Макаревич, прочее. Дальше. Я, значит, эту статью аккуратно вырезал, она у меня до сих пор сохранилась. Потом. Приезжает дипломат. Много дипломатов, конечно, приезжало, покупал пластинки. Я одного из них, молодого парня, спрашиваю. Вот Машина Времени. Есть у них, есть у них какая-то запись? Вот. Нет, у них записи только на кассетах. И вот на таких маленьких, одна маленькая пластиночка, ансамбль назывался «Зодиак». Они просто это младили, как младили, как музыканты. Ну, у меня, значит, мысли в СтратПС неплохо бы их выпустить на долгую играющую пластинку. Дальше. Я ему говорю, вот вы в другой раз приедете сюда. Он регулярно ездил, как дипломат. Я говорю, возьмите, привезите мне вот их кассету. Он привозит кассету, приезжает, привозит кассету. Там приличная запись такая, не собственно, блестящая, но уже такая промышленная запись. Я послушал, и мне они еще больше понравились. И я-то на свой страх и риск, значит, сделал мастер-пейтеп с этой самой кассетной записи. И отнес уже туда фирму RC Records и сказал, можно что-нибудь из этого сделать. Ну, мы постараемся, как со всех моих записей, не скрипя сердце. Они из-за уважения. Они из-за уважения ко мне делали, и вот они взялись в машину времени. Сделали машину времени, значит, эту запись. Ну, прошло время, там, я все распродал. К моему счастью, всего 500 экземпляров было сделано. Вот почему говорю, счастье, вы поймете. Не угасите. Проходит какое-то время. И приходит мне письмо из Советского Союза. Вот вы выпустили пластинку машину времени, а вы не имели никакого права на это. В заднем числе... У них тоже не было никаких правов. Они же не кто, конечно. Их с задним числом заставили сделать... С задним числом мы сделали авторские права, чтобы подать на меня в суд. Они подали на меня в суд. И таки вот уже стали машиной времени, грубо говоря. Машина вышла, и мне присудили за каждой пластинкой. Выпыл сеть по 5 сантиметров. Подождите, кто подал в суд? Машина времени? В России. В России. Вообще машина времени. Вообще официально падала в машину времени. Я понял.